Индекс доллара Индекс доллара Индекс доллара Индекс доллара Отметим, что кроме заседания ФРС в среду еще были опубликованы слабые данные по розничным продажам и промышленному производству. Они стали дополнительным негативом для американского фондового рынка. Напомним, что следующее заседание ФРС состоится 1 февраля 2017 года. В четверг были опубликованы важные данные по инфляции за ноябрь. Основные показатели совпали с прогнозами и индикаторами октября, поэтому влияние на динамику рынков было минимальным. Индекс доллара продолжил мощный рост и обновил 14-летний максимум. Котировки акций продолжили колебания в нейтральном диапазоне. В пятницу вышли слабые данные по американскому рынку жилой недвижимости. Они не повлияли на фондовый рынок, который продолжил нейтральное движение, но вызвали небольшую коррекцию индекса доллара вниз. На этой неделе значимые макроэкономические данные в США будут опубликованы в четверг и в пятницу. Сначала выйдет ВВП за третий квартал в третьем чтении, заказы на товары длительного пользования и персональные расходы за ноябрь. В последний день недели будут опубликованы показатели рынка жилой недвижимости и индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета в финальном чтении. По нашему мнению, предварительные прогнозы носят нейтральный характер, но если реальные данные будут заметно отличаться, то рынки отреагируют заметным движением. Отметим, что в понедельник в США будет выходной день в связи с празднованием Рождества.